Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. Перед тем, как начать разбор очередной партии Магнуса Каусена, я хочу попросить вас поставить лайк этому видео и обязательно написать комментарий. Это значительно поможет продвижению данного видеоролика и самого канала в целом. Ну а теперь приступаем к разбору партии седьмого тура супертурнира в Варшаве, в которой белыми играл Аниш Гири, черными Магнус Каусен. Напомню, что в предыдущих двух турах Каусен победил и в седьмой партии был готов продолжить свое победное шествие. Но этот поединок для экс-чемпиона мира сложился очень непросто. В конце партии произошел невероятный зевок, который очень редко встречается в партиях супергроссмейстеров. Итак, Аниш Гири пошел Е4. В ответ С5, социлянская защита. Конь Ф3, конь С6. Как мы помним, в 2019 году Магнус Каусен очень много побед одержал челябинским вариантом социлянки. И тут, конечно, готов продолжить теоретическую дискуссию. Но Аниш Гири сворачивает в сторону, избирая так называемый вариант рассолима. Слон Б5. В этой позиции черные чаще всего играют Ж6, Д6, либо Е6. Но Каусен решил пойти Е5. Ослабил, конечно, поле Д5, но получил жесткую опору в центре. Естественно, выиграть пешку разменом на С6 и взятием на Е5 не удается. Как и в разменном варианте испанской партии, черные играют ферзь Д4 и полностью уравнивают положение. Поэтому 2-0 сыграл нидерландский шахматист и Каусен поставил слона на Д6. Конечно, такой метод развития тоже можно применять. Больших проблем не будет. Слон далее отойдет на Ц7, либо, как в партии, вернется на Ф8 после развития королевского фланга. Д3 играет Анишгирия, КФ6, А4, 2-0, КЦ3. Х6, Х3, ладья Е8 и слон С4. Слон Ф8 играют черные и после КД5 открывают белопольного слона. С3 прикрывая поля Б4 и Д4 и после слон Е6 играет ладья Е1. А6, слон Д2, ладья Б8. Черные вознамерились захватить пространство на ферзевом фланге. Однако белые начинают эту операцию первыми и играют Б4. Взяли, забрали и в этой позиции черным все же стоило сыграть Б5. У них уже все готово для этого пешечного продвижения. Однако Каусен решил отдать белопольного слона, поменявшись на Д5. Белые забрали ЕД, КЕ7 и А5, зажимая ферзевый фланг. Конечно, брать на Д5 плохо, последует ферзь Д3 и белые пробивают диагональ А2, Ж8. Поэтому ферзь Д7 сыграл Магнус Каусен, ферзь Б3. Белые готовы сыграть Б5 и там уже маячит выигрыш качества. Поэтому норвежец сыграл ладья ЕЦ8 и после Б5 взяли, забрали, скромно отошел на Д8. У белых большое пространственное преимущество, но ничего пока конкретного нет. Гири продолжает усиливать позицию. Он играет ладья АБ1, КНФ5, несколько вызывающий ход, Ж4 пошел Гирием и Каусен отошел. Провокация сработала, теперь ослабилось поле Ф4, но не слишком ли дорогой ценой? Черные все же потратили пару темпов. Белые играют С4, КЖ6, ферзь Б6 и Каусен отказывается от перехода в эншпиль, ставит ладью на С7. Белые играют А6, КД7, ферзь отбрасывается назад и ходом БА Магнус Каусен идет на интересную жертву качества. Слон А5, связывая ладью и тут задумка черных полностью оправдывалась, если бы Каусен сыграл КНФ4. После взятия Ф7 у черных отличная компенсация, видя владение черными полями. Однако Магнус сыграл КЦ5, что позволило Анишу Гири взорвать центр ходом Д4. Взятие КД4, размен на Б1, ферзь Е7 и тут конечно взятие на С7, которая возвращает ферзя на ферзевый фланг. Слон Ф1, уходя от рентгена, сильнейшей фигуры черных. За качество у черных есть пешка, причем проходная пешка А, но у белых очень активные фигуры, прежде всего тяжелые. И после А5 Гири заводит тяжелую артиллерию на восьмую горизонталь. Карлсон держится как может, защищает еще раз на Ф8 своим конем, но ладья С8. Далее ферзь Б4, нападая на коня, и тут нидерландский шахматист имел прекрасный шанс сразу же решить партию ходом КЕ6. Дело в том, что на взятие ФЕ последует полный развал королевского фланга после ферзь Е6. Вот такой тройной удар на КХ7 сильнее даже не взятие на Д7, а слон Д3. И черные погибают. Но главная красота этого варианта скрывается в ходе коня Ф6. В этом случае белые жертвуют ферзя на Ф8. И посмотрите, после ладья Ф8 шах, слон Д3, надо играть Ж6. Белые забирают еще пешку и лакомятся конем. В итоге три мощные белые фигуры противостоят одинокому черному ферзю. Пешка А не имеет особой силы. После шаха можно хотя бы ладью на А8 поставить и белые в конце концов выигрывают. Но Анишгири конь Д6 не сыграл. Он пошел коне Ф5 и фактически выпустил весь свой громадный перевес. Однако здесь Каунсон не сделал сильнейшего хода конь ЖЕ5. В этом варианте после шаха конь Ц6, А3 играют черные. Ладья А8, ферзь Б3. Взятие на Е5. И если побить на Ф8, то после коня Ф3 неожиданно партия заканчивается в ничью. Король Ж2 шах. Король Х2 еще один шах. Далее Ферзь Д1 еще шах. Ну просто привязан король к слону Ф1 и получается вечный шах. Но норвежец сыграл иначе. Он допустил ошибку, пойдя коне Ф6. Тут конечно жертва на Ф8 не проходит, но компьютер сигнализирует о мате в 13 ходов после шаха конь Е7. Если забрать на Е7, то уже можно брать слона. Далее слон Д3 и после перекрытия мат Ферзь Х8. Конь черных связан. Если же после шаха сразу отойти королем, то последует взятие на Ф7 и белые выигрывают. В случае слон Е7, слон Д3, а если Ферзь Б1 связывая слона, то взятие и Ферзь Ф8. Черные остались без ладьи. Но здесь Аниш Гири начинает допускать одну неточность за другой. Вместо победного конь Е7 он решил уничтожить пешку А4. Но черный играет Ферзь Б1 связывая опасного слона. И здесь была возможность усилить положение забрав на Д6. Но Ферзь Д4 пошел Аниш Гирием, централизовав свою сильнейшую фигуру. Видимо хочет пойти конь Х6. Карлсон шустренько сыграл король Х7. И все защитил. Так как слон, защищающий на Д6, уже не связан. А пешку Х6 он прикрыл королем. Аниш Гири пошел ладьей. Далее конь Е5. Черные постепенно начинают создавать серьезные угрозы. Защитились. Ж6 прогоняя коня. Слон Ж7. С каждым ходом позиция черных улучшается. Ферзь А1. Аниш Гири пытается разменять Ферзей. Но кто ж даст? Снова в этой партии Магнус Карлсон отказывается от перехода в Эншпель. И дважды атакует центральную пешку белых. Очевидно, что Гири потерял нить игры. Он играет Ферзь А2. Но Ферзь Б6. Далее ладья Е3. Ферзь Д4. Теперь централизован уже Ферзь черных. Белый играет Ферзь Е2. И пропускает взятие с нападением на ладью. Гири пошел ладья Е4. Но тут Ферзь С5. Что же делать дальше? Лучше было сыграть Ферзь Б5. Этим ходом белые сохраняли равенство. После шаха Конь А4. Получается вот такой интересный вечный шах. Который мы с вами уже видели. Пешка на Ф2 кстати атакована. Поэтому у белых особого выбора нет. Но Анишгири вновь принимает неудачное решение. Ставит слона на Ж2. И вилка Конь С3. Тут нидерландскому шахматисту нужно было отойти Ферзем на Д2. Смиряясь с отдачей качества. После взятия Конь Е4. Нападая на Ферзя и пешку. И у черных нет возможности получить перевес. Можно пойти конечно Конь С4. Перейти в легкофигурное окончание с лишней пешкой. Но оно равное. Потому что на доске разноцветные слоны. Черным вряд ли удастся поставить серьезные проблемы сопернику. С большой вероятностью партия тут заканчивалась в ничью. Но вместо того чтобы быстро отойти на Д2. Анишгири. А это было четко видно по трансляции. Поставил Ферзя на А2 не отрывая руки. Он подумал секунды две. И наконец отпустил руку. Переключил часы. А хищный Магнус Карлсон моментально побил Ферзя конем. Оказывается что Анишгири просто зевнул Ферзя. И с улыбкой сдался. Вот такой очень серьезный просмотр допустил Анишгири в конце партии. Но будем честны. До этого Магнус Карлсон буквально запрестинговал своего соперника. И по сути данная ошибка явилась результатом напора норвежского гроссмейстера. Таким образом выиграв в этой партии. Магнус Карлсон продолжил свою победную серию. Которая теперь уже после седьмого тура равняется трем победам подряд. Что произошло в восьмом туре. А там тоже было очень интересно. Мы с вами рассмотрим в следующем видео. Большое спасибо за внимание. До свидания.